Всем привет, это Кризалис. Честно скажу, планировал записать видео после нашей победы в этой войне, но решил таки не сдерживаться и рассказать вам о нескольких, как мне кажется, важных вещах. Прежде всего, исходя из личных наблюдений, я уверен, вы меня поддержите, эта катастрофа, это военное преступление против человечности, которое устроил нам, сами знаете кто, он в итоге, сам того не желая, сплотил украинцев даже сильнее, чем наш ростовский легитимный овощ 8 лет назад. Вы понимаете, о чем я? Хотя к черту и насказание, давайте говорить простым языком. Кремлевский карлик начал войну, так как считал, что в нашей стране есть малое количество граждан, которым не все равно, кем себя считать, как о себе думать и не все равно, как о тебе думают во всем мире. Он назвал эту мнимую группу граждан нациками и приказал жрущим просроченный сухпайок малолеткам истребить всех до одного. Во-первых, он ошибся с количеством. Явно ошибся с количеством живущих в Украине людей, до последней капли крови, считающих себя украинцами, готовыми защищать свою страну и свою идентичность. Кстати, насчет идентичности. Эти конченые считают, что полянытя это клубника. Им даже лень в гугл залезть. Кто-то в Кремле ляпнул и все повторяют. Ну чистый Орловский 1984, не иначе. Ладно, сбился с главной темы. Так вот, украинцев в Украине оказалось намного больше, чем ожидал, ну вы поняли кто. Наши люди голыми руками, в одиночку идут на танки, останавливая их. Готовят и закидывают врага коктейлями, жарко приветствуя оккупантов. Еще только ленивый украинец не угнал у оккупантов танк или БТР. Это вообще умора. Второй ошибкой стратегии наших врагов стало то, что даже самые, скажем так, как либеральных взглядов КРФ граждане Украины осознали, что Родина всего одна. А жить под куполом это не жизнь вовсе. Ролики на Ютубе про Северную Корею могут стать реальностью. Только смотреть мы их будем не на Ютубе, а прямо из окна. Ведь Ютуба не будет в оккупированных районах Украины. Вот за что борются все. Даже те, кто вчера бы руки друг другу не подал. Сегодня же плечом к плечу в окопе, в танке, в небе, везде, где только можно. Объясняем оккупантам, что лучше им вернуться домой, а танки оставить здесь, как первый микровзнос по репарации. Мы все из-за беды, постучавшие в наш общий дом, сейчас едины как никогда. Каждый помогает, чем может. И это вселяет надежду в нас всех. Не позднее, чем вчера, мы с моим товарищем отправились в волонтерский штаб. А по дороге нас попросил остановиться другой водитель. Как оказалось, это мой подписчик. Он передал мне деньги, которые я передал вместе со своими волонтером в штабе. Когда все только началось, мы с моими друзьями отправились записываться в ТРО. Однако нам сказали, что из-за отсутствия военных специальностей у нас и боевого опыта, мы пока не нужны, оружие никто не даст. Но окей, будем делать свое, решили мы и занялись подготовкой коктейлей. Искали все необходимые ингредиенты, проводили испытания. Знаете, я думал, что сплотить Украину невозможно. Ни у кого это не получится сделать, но у одного хуйла получилось. Теперь вся Украина занимается тем, что готовится встречать в гости ребят из-за поребриков. И я вас уверяю, друзья, гореть вы будете очень ярко. Все это время, естественно, каждые несколько минут обновляли сводки новостей. Когда же я выставил видео, как мы готовимся встречать оккупантов в соцсети, в ответ получил множество, десятки, если не сотни фотографий, как люди, так же готовятся показать, что нас не нужно ни от кого освобождать. Вся Украина готова показать, что мы есть нация, гордая и независимая. И мы сами будем решать, кто наш президент и куда нам вести нашу страну. Кстати, насчет президента. Уверен, вы со мной согласитесь. Зеленский в этот нелегкий для страны и для всех нас час проявил стойкость. Не испугался, не сбежал, не слил страну и нас с вами впасть к оккупанту. Это заслуживает уважения. Давайте говорить открыто. Никого не хочу обидеть, но на фоне всех мировых лидеров, наш президент явно на голову выше. Уверен, никто не ожидал такого от Владимира Зеленского. Нет, конечно. Все мы ждали, что он поступит так, как он поступил. Так как должно поступить президенту в этой ситуации. Он показал всем и каждому, что не поменяет свою собственную шкуру на нашу страну. Понимаете, у него есть деньги. Он мог бы свалить в США и жить припеваючи вместе с семьей. Но он выбрал сражаться. Сражаться за всех нас. И со всеми нами. Как бы ни было больно. Как бы ни было горько. Сражаться, стиснув зубы. Ведь позади нас ждет либо смерть, либо рабство. А стало быть, есть за что сражаться. Не так ли? Так наши враги во плоти зла считают, что мы сражаемся за Зеленского. Глупцы, это он сражается за нас. Точнее, вместе с нами сражается за нашу страну и за ее право на существование. И теперь, конечно, в контексте происходящих событий, те его мюнхенские речи выглядят совсем иначе. Но сейчас не время об этом всем говорить. Однозначно можно сказать, что в такое тяжелое для страны время нам таки повезло, что член команды КВН Кривого Рога показывает как агрессору, так и всему миру, что простой пацик социка устами своих солдат шлет российский военный корабль нахуй. А все остальное, как говорится, то такое. От лукавого. Что касаемо обороны Кривого Рога. По моей информации, абсолютно все силы в городе сплоченно работают с единой целью. Защитить нас от оккупации. И чтобы ни у кого не было иллюзии о том, что кто-то может сдать город, или что город может сдаться, скажу вам простую и понятную истину. Вслед за поднятой трехцветной тряпкой над административными зданиями городов на оккупированную территорию зайдут дивизии эсэсовцев, которые сейчас называют себя на три буквы. ФСБ. Эти черти откроют подвалы и будут пытать всех, кто по их мнению еще не лишился своей украинской идентичности. У нас, у Украины, есть только один путь. Лишь один вариант, как мы можем остаться с собой. Это победа над врагом. Они думали, что смогут захватить нас за один, ну может за три дня. А вместо этого мы сжем их колоннами, убиваем штабелями уже шестой день. Сейчас идет шестой день войны. Пока я записываю это видео, малая часть моего народа сидит в бомбоубежищах, спасая детей и стариков. Остальные же сплоченно, плечом к плечу, стоят на страже границ нашей безопасности и нашей свободы. Уверен, мы победим, так как в отличии от солдат-оккупанта, нам некуда отходить, некуда бежать. У нас есть лишь один путь. Вперед. В завершении хочу сказать, что мы однозначно воюем с дебилами, которые, наверное, даже не пытались вслушаться слова нашего гимна. Душу и тилу мы положим за нашу свободу. И покажем, что мы братья козацкого роду. Слава Украине! Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящее для коммунизации. Добро пожаловать в ад!